Недовольна работой своей УК и жители коммунальной квартиры по улице Гагарина 5. Они несколько месяцев воюют с незваными подвальными гостями. При этом управляющая компания, со слов собственников, лишь дает рекомендации по борьбе с крысами, а сама бездействует. Больше всего в этой ситуации жители переживают за их маленькую соседку. Двухгодовалая девочка часто болеет, а грызуны-вредители считаются самыми опасными переносчиками инфекционных заболеваний. Кухня этой коммуналки – зона боевых действий. Собственники отвоевывают свою жилплощадь и право на спокойное проживание у крыс. Опасные грызуны появились здесь давно. Избавиться от назойливых гостей самостоятельно жильцы не могут. Не помогают ни отрава, ни крысоловки. Пару лет назад крыса завелась. Двух убили, ловушки ставили, отраву сыпали. В общем, что только они делали, всякие террористические акты против них проводили. Я сам лично тут двух забивал. Одну лыжной палкой, вторую ножом. Результатов нет. Одну убиваешь, другая приходит. Дыры в полу, чем только не заделывали монтажной пеной, цементом. Но крысы грызут все, что попадается им на пути в поисках очередной порции вкусненького. Ну вот последняя, которая тут такая где-то, это без хвоста. Вот она тут вообще обнаглела. Но сейчас вроде как попритихла, не знаю, что у нее там. Наверное, готовит какую-то мстю, потому что гоняли ее здесь. Жители коммунальной квартиры больше переживают не за себя, а за маленькую Вику. Двухгодовалая девочка и без того часто болеет. А крысы – переносчики опасных инфекций, таких как ТИФ, туберкулез, сальмонеллез, гепатит. Эти грызуны-вредители могут вызвать приступ астмы или серьезную аллергию. И чаще от этого страдают дети раннего возраста. Их иммунная система очень слаба. Они, да, они домашние животные. Они уже тут дома. Они вообще бегают у ребенка по ногам. Бегают. Заходишь на кухню, они шмыгают. Поэтому тут вот эти просто прижились. Собственники не раз оставляли заявку в службе 051. Звонили в управляющую компанию, писали в комитет по жилищной политике. Письменные ответы на обращения, мол, заявка принята к сведению, поручено принять меры, жители получили. Но крысы по-прежнему атакуют. О том, кто должен помогать людям в борьбе с грызунами и что делать, свои рекомендации дадут специалисты. В среду в программе «Коммунальный детектив» в 19.00.